Итак, добрый вечер. Добрый вечер, мир. Добрый вечер, планета Земля. Наша традиционная встреча в четверг в 22 Москвы вместе со Светланой Лавровой. У Камина сегодня мне захотелось сказать, и как получилось, так и вышло. Светлана зажгла, смотрите, какую лампадку сегодня. Для того, чтобы светить всем нам, друзья, и показывать путь в наше светлое будущее и свободное от всяких-всяких костылей, от различных, скажем так, скажем, как это называется, привязок, зависимостей. И мы сегодня под бурные аплодисменты снова встречаем нашу Светлану. Светочка, здравствуй. Здравствуйте всем. Рада тебя видеть. Я вот, видишь, уже с тобой начинаю входить в резонанс, и мы с тобой сегодня в черном. Я вижу, что у тебя уже большие вопросы, да? Какие же вопросы? Я хотела посмотреть. Тогда начнем. Зачитывать, да? Первый вопрос. Как голод меняет мозг? Голод, наверное, все же не меняет мозг, просто у нас происходит процесс очищения, и наши токсины, они постепенно уходят, и наше восприятие, оно более чистое становится, и поэтому мы по-другому смотрим на мир. Естественно, более чище и, наверное, как-то даже радостней. Есть какие-нибудь правила, соблюдая которые, легче войти в автономию. Ну, если мы говорим не о сухих днях, не о голоде, не о каких-то кратковременных входах в чистые дни, то, наверное, все же автономия – это понимание процесса. То есть мы должны четко понимать, что происходит с нашим организмом. Мы должны четко понимать, откуда в нашу жизнь пришла еда. Мы должны четко понимать, как она связана с нашими эмоциями, потому что это тело нам дано для эмоций, это тело нам дано для ощущения, для восприятия, для чувствования, для того, чтобы мы это могли потрогать, пощупать, насладиться. И если мы будем понимать все эти процессы, откуда они берутся, как их восполнить, если мы не хотим этим восполнять, то есть если мы не хотим получать эмоцию от еды, от воды, от сна, то как по-другому мы можем получать эти эмоции? Если мы будем понимать этот процесс, то, конечно, тогда еда, она самостоятельно будет отпадать, уходить на, ну, как ненужное, наверное, потому что для чего она нам, если мы можем чем-то другим это занять, да? И она постепенно будет отходить. Да, это от понимания процесса, это в моем случае, так. Что даст просто однодневный голод? Ну, я так понимаю, однодневный голод, это имеется в виду либо 24, либо 36 часов. Ну, в любом случае это, наверное, будет как какой-то разгрузочный день, как минимум для организма. То есть вы же хотите отдыхать, вы же хотите работать, а в какой-то день хотите отдохнуть. И наши внутренние органы, они точно так же хотят отдохнуть. Это какая-то своеобразная очистка идет. Эта очистка идет как физического плана, так и ментального плана. Но я бы, конечно, порекомендовала, чтобы вы выходили на сухие дни на 48 часов, потому как после 48 часов у нас идет полное обновление клеток. Но если у вас сейчас период 24, либо 36 часов, это тоже очень здорово. Это ваш путь, и он в любом случае индивидуален для всех. И это уже хорошо, когда вы можете хоть на какое-то время найти удовольствие вне еды и вне жидкости. Как психологически подготовиться к автономии? Психологически подготовиться к автономии, я, наверное, уже ответила на этот вопрос. Это если вы будете понимать весь процесс, который происходит в вашем организме, как на физическом, так и на психологическом и на ментальном плане, на ментальном уровне, то вам будет проще, понимая, что происходит с вами, идти дальше, идти в другую, в иную реальность, в которой вы уже, в принципе, находитесь, но ее осознавать на еде достаточно сложно. Поэтому я думаю, что так. Вот тут написали вопрос на ютубе, как это понять, а про какой вопрос я не поняла. Если можно, тогда расшифруйте немножечко, чтобы понимание какое-то было. Если нет вопросов, то я еще тогда зачитаю следующее. Жить счастливо. Сейчас прошу у нас. Да, давай тогда, Светлана. Если есть еще вопросы, мы пройдемся по твоим уже, которые пришли, и тогда уже остальные подключимся. Еще тогда два вопроса. Жить счастливо – это как? Жить счастливо – это когда ты честен сам с собой, когда ты умеешь наслаждаться моментом, в котором ты находишься сейчас, в данный момент. Счастье – это глубокий дар самому себе. Счастье – это когда ты можешь абсолютно точно, не заглядывая на социум, не заглядывая на внешний фактор, не ориентируясь на какие-то социальные устои, общепринятые нормы, делать так, как тебе хочется, делать по совести, по душе, по тому, что ты, когда ты можешь отдавать, когда ты способен дарить, когда ты переполнен внутренней энергией любви, и когда ты готов ее с любовью отдавать, это и есть счастье. И последний вопрос, который здесь у меня написан, потому что у меня их целая куча, но я вот сейчас еще один зачитаю. Чем депривация сна отличается от бессонницы? Бессонница – это, наверное, все-таки физическое состояние, физиологическое состояние нашего тела, которое сопровождается усталостью, усталостью нашего организма и какими-то, может быть, даже психическими расстройствами. Бессонница – это то, что нам трудно поддается нашему контролю. А депривация сна – это осознанный выбор, когда вы четко понимаете, к чему вы идете, какие ваши цели и какое состояние вы готовы прочувствовать без сна. Римма, я готова. Отлично. Мне так кажется, может быть, у меня что-то такое, седьмое чувство подсказывает, что у нас участники желают задать вопросы. И если это так, то, ребята, включайтесь в зуме и задавайте. Я просто видела, что Рома включался. Сейчас я попрошу включиться. Роман. Так. А мне слышно? Да, слышно. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я не знаю, насколько это такой интимный вопрос. Я думал, однажды я дойду до марафона к Светлане. И думаю, все-таки это случится рано или поздно, вопрос времени. Но если можно здесь, если можно здесь, ответьте, пожалуйста, Светлана. Если нет, тогда будем уже индивидуально как-то там прорабатывать этот момент. Не знаю, как у других людей, но вот у меня самое большее было 8 суток чистых дней. На 9-й я вышел. Ну, потом были и по 6, и по 4, и по 3, и по 2, и еще раз по 6. Ну, в общем, самое большее было 9. Но был такой опыт, что я шел по незнанию. Это был мой самый первый опыт автономии с самой первой сроки, он же был самый большой. И я тогда практически ничего не знал, как можно без клизмы быть, как это. Ну, я по ощущениям шел, чувствовал, что клизма не нужна. И так я прошел эти самые 8 суток, и потом я начал чуть-чуть кушать. Ну, то есть у меня день был на чуть-чуть воды, чуть-чуть фруктов. Потом опять трое суток у меня, опять чистых дней. Ну, где-то вот в этих трех сутках у меня там случилось, что я пошел в туалет все-таки. Ну, прошу прощения, по-большому. И, честно говоря, случилось то, чего бы я не хотел, но оно произошло. Это было довольно болезненно. Я подумал, наверное, женщины что-то похожее испытывают, когда рожают. И вот вопрос. У всех ли такая участь автономов, когда долгое время не принимаешь пищу, ну, еду и воду, да, не кушаешь, не пьешь, что если потом возвращаешься к еде, то вот происходят такие роды. Ну, или же все-таки это какие-то, скорее, исключения из правил. То есть я не исключаю, что сейчас я уже какое-то время опять не могу зайти в чистые дни. Не исключаю, что у меня на подсознании есть вот это нежелание опять столкнуться с этим, как сказать, процессом таким довольно неприятным. В общем, это болезненный такой поход в туалет после длительных... Ну, вот как... Не осмелюсь спросить, как у вас с этим было, или как показывает практика вот у людей, практикующих чистые дни, вот как потом возвращение... Я поняла вопрос, спасибо за вопрос, это очень важно. Можно ли как-то это, как сказать, смягчить, что ли? То есть вот вы подсказываете, как выходить с помощью воды с полынью, но это что касательно возвращения к пище. А вот возвращение к туалету, прошу, вот как здесь нам? Если мы будем правильно выходить с сухих дней, то у вас не будет с этим, во-первых, проблем. И второй момент, если мы на сухих днях будем заниматься активно спортом, хотя бы кардио. То есть что для меня понятие кардио на чистых днях? Кардио – это когда мы максимально много ходим, когда мы ходим не менее двух километров в день, то есть два километра пройти – это обязательно. Если вы добавляете какой-нибудь либо бег, либо велосипед, то это замечательно. Не надо целый день ходить. Я понимаю, что у всех есть свои заботы, свои преддневные дела, своя семья, поэтому им уделять время – это очень важно. Поэтому постарайтесь, когда вы находитесь на чистых днях, уделять два часа в день. То есть, например, утром и вечером, там утром либо в обед. Ну, выделите два часа, разбейте их хотя бы по часу, либо погулять уже со своей семьей, пройтись погулять, либо еще что-то. На первых стадиях чистых дней я бы, конечно, не рекомендовала заниматься с железом либо с дополнительным весом. Заниматься я бы рекомендовала именно только с живым, со своим весом. Потом вы уже, когда войдете в эту полею, вам будет проще. И если вы будете правильно выходить, постепенно запускать ваш пищеварительный тракт, когда он будет понимать, что после отдыха, после длительного отдыха ему не нужно будет, мало того, что ему нужно будет моментально перестроиться, чтобы это перемолоть в ту для него приличную субстанцию, чтобы это максимально комфортно вывести, он пока это не может сделать физически. Поэтому нужно настолько облегчить ваше питание, облегчить его как и в плане приготовления, так и в плане именно легкости данных продуктов. То есть очень хорошо после сухих дней добавлять авокадо. Это жирный продукт, который очень легко усваивается организму и очень легко выводит за счет своих масел. И если вы продумаете правильный выход, то тогда вы снимете у себя вот этот вот блок, который не дает вам зайти сейчас в сухие дни. Если вы его проработаете, если вы начинете, я вам бы рекомендовала начинать с коротких сейчас пауз пищевых, это двое суток, трое суток, и именно постепенно начать показывать себе, что вы можете не только комфортно зайти, но и комфортно выйти, чтобы ваше тело стремилось, ваше тело, ваше сознание стремилось познать, что там будет дальше, не задумываясь о том, что это будет очень тяжело, когда мы это увидим или услышим. То есть, чтобы ваш мозг не принимал ваши сухие дни, что ему нужно будет вашему телу заплатить слишком дорогую цену за это. Вот если мы будем это делать комфортно, то тогда вы будете комфортно и заходить, и выходить. Это индивидуальные случаи у вас. То есть, такие случаи действительно бывают, но бывают только в том случае, если мы неправильно выходим, если мы не щадим себя. Благодарю, Благодарю, Светлана, я вас услышал. Спасибо. Пока нет вопросов. У меня есть еще один. Угу. Можно? Да, конечно. Я вот сейчас нахожусь на стройке. Ну, сейчас вот я строю соломенные дома, да. И хоть, в принципе, у меня такие парни в бригаде, такие сатвические, ну, как они, в принципе, вегетарианцы, но все равно они едят. И мы живем с ним в одном месте, и как бы еда все время присутствует. И мое желание сейчас, да, параллельно вот на стройке, зайти на чистые дни. Вот, видимо, сбывается то, что вот недавно я услышал у Саши Феклистова, что, ну, его последнее видео о том, как, ну, секрет выдает, как заходить на длительные, на длительные чистые дни. И там вот несколько таких рекомендаций было. Во-первых, избавиться от всей еды. Во-вторых, избавиться от всех людей, которые там едят. Ну, в общем, уйти в такую, как бы сказать, изоляцию полную. И тогда нам обеспечен такой успешный заход. Можно ли немножко развить, ну, или хотя бы разбавить, не то чтобы развить, но хотя бы разбавить, что достаточное намерение просто, чтобы, ну, все-таки это получилось? Или это вообще, ну, без вариантов, вот, все-таки? Как, вот, среди ваших учеников в марафонах есть такие люди, которые вот, то есть, те 9, 6, 3, 4 суток у меня получилось, будучи в семье. Ну, то есть, у меня семья, трое детей, там, жена, они все, как бы, кушают. Но, тем не менее, у меня там получалось. А вот здесь как-то энергетика, она слишком такая мощная в плане поесть. И, я не знаю, вот, как ваши ученики или вы, в частности, вот, что можете как-то комментировать? Ну, я скажу, что, наверное, Саша описал идеальный вариант. Это всем бы, наверное, так хотелось. Когда ты занимаешься спортом, чтобы ты себя окружил, просто жил в спортзале, и все вокруг занимались спортом, если бы ты плавал, то ты бы жил на море, и вокруг тебя были бы люди ничем не обременены, и только бы с тобой сутками плавали. Если ты не кушаешь, то вокруг тебя нет ни еды, ничего. Но у меня конкретно, для меня это было невозможно. Потому как я жила в семье, когда я начинала длительные практики, это первый момент. И второй момент, у меня есть дети, у меня есть сыновья, которые кушают, которые все еды на сегодняшний день. То есть в их рационе 70% сырого, но 30% у них приготовленной пищи. Поэтому это, наверное, какой-то должен быть внутренний посыл. И что касается моих учеников, которые, ребята, со мной проходят марафон, то есть я не могу сказать, что я им даю, что я там такой какой-то буроучитель. У нас каждый марафон, он индивидуальный, он подстраивается под каждую группу людей. И 90% ребят, которые проходят со мной эти марафоны, это семейные люди, у которых есть дети, у которых есть мужья, есть жены. И чаще всего, что их вторые половины, они все еды. И это именно внутреннее состояние. И на марафонах мы разбираем эти состояния, чтобы люди понимали, к чему они идут. Пока я не понимала, пока у меня не было осознания, пока у меня не было знаний, почему это, как это устроено, откуда это пришло, что у меня постоянно были откаты, как у нас любят говорить, откаты что психологические, что физические. Но как только я начинала познавать, откуда что идёт, почему я это делаю, зачем мне это нужно, что я получаю в результате, и когда я начала вот с этих позиций себя прорабатывать, я уже, у меня начало отпадать, то есть я уже не захотела кушать, то есть я могу приготовить кому-то, я могу приготовить целый день, я могу ходить по продуктовым магазинам, по рынкам. Я, в принципе, сейчас живу в таком месте, где всю весну, всё лето и практически всю осень еда на улице, она растёт везде, но сейчас нет желания этого поесть, то есть вы же, когда проходите, когда вы понимаете суть процесса, у вас восприятие еды получается абсолютно другое. Вот, например, когда вы смотрите красивый цветок, он просто шикарный, вы его захотите что сделать, понюхать, вы его понюхаете, и этот запах, он просто одурманивает. Но у вас же не появляется желание его съесть. Вы просто им насладитесь и пойдёте дальше. Максимум, что вы сделаете, вы его сорвёте и принесёте домой, чтобы дальше им наслаждаться, наслаждаться его запахом, наслаждаться его видом. Это максимум, что вы сделаете, вы не захотите его внутрь. И точно так же приходит потом такое осознание, что вы не хотите этот продукт, красивое яблоко это. Вы хотите им наслаждаться глазами, вы хотите наслаждаться его запахом, вы чувствуете это яблоко, но внутрь вы его не захотите. Как бы зачем его прятать в себя, когда им может насладиться ещё кто-то? Не жадничайте. Это касаемо всей еды. То есть ей же можно наслаждаться, не обязательно всё пихать в себя. Я, Светлана, вас прекрасно понимаю, потому что когда был опыт вот этих восьми суток, я помню, что уже на пятый, когда я тем же детям готовил фруктовый салат, я, ну, одного запаха было достаточно, чтобы насытиться, просто запаха. И когда уже на седьмые сутки я им так же что-то готовил, я понимал, что мне нос уже не нужен, потому что моё всё тело, оно становилось носом. Ну, как бы я чувствовал, как я всей кожей, ну, даже в одежде или там без, неважно, всё тело, оно впитывает вот этот аромат. И я насыщаюсь, если говорить об этой необходимости, ну, она как бы не присутствовала, но я чувствовал, как я насыщаюсь телом. И меня действительно не было, вообще не было. Я удивлялся, ну, насколько это действительно еда стала таким, ну, антуражем. Она не стала каким-то таким потребностью, это просто так, ну, декорации, не более того. Но я говорю вот об этом самом переходном моменте, вот за эти самые третьи сутки. То есть до третьих суток у нас ещё есть вот это как бы поскользнулся, как будто банановая шкорка-то. И вот здесь, да, вот, наверное, об этом речь больше. То есть до третьих заходишь, там уже действительно нету какой-то борьбы, какой-то там аскезы, нету. Вот первые, наверное, первые тоже вообще не проблема, а вот вторые, третьи, наверное, вот такое бывает у людей. Ну, это первая часть вопроса. Вторая, я вот опять же про ту же стройку, да. Вот здесь я когда первый день сюда приехал, ну, это вообще под Сочи находится, ну, и тут ещё так достаточно тепло, и объект находится на горе. Вот, и иногда вот от нашего, ну, вагончика, скажем, к дому, надо подниматься. И я вот испытал вот это вот, ну, вот вы говорите, что можно на любой стадии зайти, ну, в автономию, да, то есть не надо для этого пройти все вот эти вот этапы вегетарианства, веганства, сыроедения, там, ещё там какого-то там каскадного, там, ну, голодания, там, ещё что-то. И вот я попробовал, и да, я сейчас немножко съехал, я сейчас немножко как бы стал, ну, скажем так, всеядным. Ну, не совсем уж так без тормозов, нет, мяса нет, молочки нет, но всё равно так есть варёнок и всё такое. И я вот первый день, когда зашёл, я уже к концу первого дня почувствовал, что-то у меня не как раньше. Ну, тяжело как-то даётся. И на второй день я прямо-таки почувствовал, ну, уже откровенную слабость. Хотя понимал, чем голодание отличается от автономии. Ну, и мне это не помогло вот почему-то. Есть ли, опять же, какая-то там подсказка, чтобы, ну, опять же, в рамках этого нашей встречи здесь, а не марафона? Да, смотрите, в любом случае, каждая наша еда — это наши эмоции. Отследите, почему вам захотелось именно этих эмоций. Вот эта еда вас возвращает. Куда она вас возвращает? Отследите эти состояния. Отследите те состояния, что вы чувствуете, когда едите определённый продукт. Когда вы едите там ту же варёную гречку, какой-то суп. Что вы при этом чувствуете, куда вас возвращает это блюдо. И когда вы поймёте, какую эмоцию вы едите, то тогда вы её только сможете проработать. Тогда вы её можете конвертировать во что-то другое, в другое действие. Её надо инвертировать или её надо отпустить, попрощаться с ней? Но вы не сможете её отпустить. Как вы сможете её? Вы же не можете отпустить свою руку, чтобы она куда-то шла. Это эмоция, это ваша эмоция. Это та эмоция, которая вам приятна. Зачем вам отпускать то, что приятно? Просто переведите её с еды на что-то другое. Что-то другое, это может любому человеку подойти что-то другое? Или это что-то очень личное, индивидуальное на что-то другое? То есть перевести внимание... Это очень индивидуально, и это вы просто... Вот эту эмоцию, которую вы кушаете, которую вы ищете в этом вкусе, вы её найдите в другом действии. Вы, например... Например, вы... Любите яблоки, да? Или там... Пусть даже будет та же гречневая каша. Вот вам хочется постоянно кушать гречневую кашу. Отследите, что она вам даёт, эта гречневая каша. Возможно, она вас просто вернёт в детство. В детство, в беззаботность. Эту гречневую кашу вам постоянно варила, например, бабушка. Вы же хотите не столько вот эту гречневую кашу, сколько получить эти эмоции, которые вы получали в детстве. Эту заботу. От каких действий, от каких ещё... От чего ещё вы можете получить эту заботу? Например, там погулять с близким человеком. Или ещё что-то сделать. Переведите эту эмоцию в действие. Но это очень индивидуально. Мы сейчас с вами не сможем её раскрыть. Я вам только дала направление проработать, вы можете сами её. Это такой длительный процесс, и нам просто не хватит времени. Ну, ещё больше заинтриговали, что... Я думаю, ещё больше сократили срок к тому времени, когда я к вам приду. Благодарю вас, Светлана. Благодарю. Да, Роман. Ваш срок решения уже был гораздо... Ещё больше сокращён. Первые секунды мы принимаем решение. А это было чисто от ума, чтобы убедиться, что вы точно готовы. Спасибо огромное за ваши вопросы. Они достаточно, такие, скажем, житейские и очень важные. Я хочу сказать по поводу вот вашего первого интимного вопроса. у меня тоже я столкнулась после первого опыта именно с такой же... Я даже не знаю, но это была действительно проблема. И я, знаете, сдерживала себя в том, чтобы не навредить тебе до конца. И я прекрасно понимаю, Рома, вас. Так что мы с вами уже как брат с сестрой. Да, у которых есть ответ. у которых теперь есть ответ, что это нами создано и мы сами можем этого как бы от этого уйти. Ну, то есть... Нет, это первый вопрос, который вы вообще задали сегодня в эфире. Это относительно длительного... Да, да, да. Я вас понял. Да, да. Я вас понял. Ну да, а то мы сейчас... Я к тому, что мы не обречены на это. Вот что меня порадовало, что это не есть неизбежность, а это просто наше невежество и как бы это... По незнанию, да. Вот. Отлично. Но я хотела бы, чтобы мы еще дали возможность задать вопросы нашим гостям в чате. Если кто-то желает, пожалуйста, присоединяйтесь, потому что вопросов уже полно, Света, да, и вы же со всех сторон и пишите. Да. Вот. И сейчас, если пока нет, давайте мы размежуем их как раз-таки вопросами из чата. Свет, какой тебе вопрос сейчас приглянулся? Так. Давайте я еще быстренько сделаю такую ремарочку. Я на все вопросы не успеваю отвечать, и на все вопросы мне бывает начинают звонить, еще что-то. Я не беру трубку, либо не включаю там, если в Инстаграме звонят, еще у меня просто нет возможности со всеми пообщаться. Но не у всех есть возможность прийти на марафон, я это тоже прекрасно понимаю. Именно поэтому я сделала такой проект, не знаю, насколько он будет жизнеспособным, но посмотрим. Я сделала в Инстаграм закрытый клуб, в котором мы будем общаться на любые темы, на темы измен, на темы, что происходит с нашим организмом. Мы будем правильно составлять меню, сыроедное в том числе. Мы будем разговаривать и на сухие дни, и просто какая-то будет болталка психологическая. Там будет присутствовать и спорт. И это все будет стоить, это буду я с ребятами постоянно в процессе общения, как бы там будет много, много этапов моей жизни проходить. Каждый день мы будем общаться, что-то показывать, что-то рассказывать. И это будет стоить всего 500 рублей в месяц, чтобы зайти в этот закрытый клуб. Это у тех, у кого нет возможности, но кто хочет максимально какие-то вопросы. Я буду каждый день там давать какие-то эфиры, чтобы каждый день разбирать какие-то вопросы, потому что всего мы не успеваем. Поэтому, ребята, если кто-то хочет присоединиться вот таким способом, не совсем таким продвинутым, да, и углубленным, как марафоны, а именно вот такими житейскими какими-то вопросами, разборками полетов, спортом, питанием, то я буду вас всех рада видеть в этом клубе. И я думаю, что это, наверное, сумма будет для каждого подъемная. Да, такая абонентская плата, я так понимаю, да, на месяц. Чисто сироническая. И в то же время всегда можно увидеть вопросы, которые вроде бы мы еще даже сами не сформулировали, а их уже кто-то задал. Вообще прекрасное. Прекрасное решение. То есть как попасть к Светлане, ссылочка, как всегда, у нас размещается. То есть вы можете найти в предыдущих эфирах либо после этого эфира. Отлично, друзья. Но я думаю, что уже даже сейчас ссылка есть, потому что наш автополстар, конечно, очень оперативно работает. Я думаю, что она уже есть. Ну что ж, уважаемые, я вижу здесь в чате в чате зум, у нас написали по поводу психического желания поесть, в чате ютуба написали по поводу этого физиологического нашего, физического даже озвучили, да. Вот, то есть, вообще, наверное, трудно пока, если не практикуем, разделить, где какое желание, но вот как убирать, наверное, это тоже долгая история, но может быть, есть какая-то, хотя бы такая, скажем, общая схема с это. Желание поесть? Да, как убрать психическое, вот здесь написано желание поесть, а в другом чате у нас написано, как убрать физическое желание поесть. Видимо, схватить уже эту пищу. Ну, я вам скажу, что физическое желание поесть, оно убирается очень просто. Оно убирается физическими упражнениями, любыми физическими упражнениями, особенно очень хорошо, я, наверное, показывала уже в каких-то, либо это было в марафонах, есть такой, мне просто до него сейчас не дотянуться, есть такой ролик для пресса, колесико с двумя ручками, да, оно стоит от 150 рублей, там в зависимости от того, сколько колесиков, какие ручки, вот мне как раз сын принес, вот такое вот колесико для пресса, это просто палочка-выручалочка, оно стоит, оно продается в любом спортивном магазине, в том числе и на сайтах, оно зависит, цена его только зависит, там одно колесо, два колеса, прорезиненные ручки или нет, в общем, что оно делает, это когда мы занимаемся вот этим колесиком, либо на коленочках, либо уже, которые более продвинутые, то уже полностью на стопе, когда мы полностью разгибаемся и грудью касаемся пола, но не ложимся, и когда мы начинаем собираться, то собираемся мы не руками, а собираемся, мы начинаем поднимать именно попу, именно таз, и когда мы это делаем, у нас прорабатываются все мышцы, у нас прорабатывается и плечевой пояс, у нас прорабатываются мышцы ног, посмотря, как мы начинаем делать, и у нас прорабатывается еще, естественно, и брюшная полость, и когда мы, вот, он получается естественный спазм, когда мы спазмируем гладкую мускулатуру, то у нас желудочный сок, он не переливается, и получается, что у нас вот это вот чувство голода, оно проходит моментально, то есть после буквально три раза, три вот этих вот катка вы сделаете, и чувство голода у вас убирается, ну, минимум на четыре часа, еще это колесико, очень, вот этот вот ролик, очень полезно, когда вы выходите на сухие дни, потому как после четырех, где-то примерно на четвертый день сухих, у нас многие говорят, начинают болеть почки, тянуть почки, почки у нас не обладают свойствами выделять болезненные какие-то эффекты, у нас начинает болеть мышечный корсет, который держит эти почки, и этот ролик, он точно так же очень хорошо помогает для вот этой вот гладкой мускулатуры, чтобы у нее снять вот этот вот спазм, если вы будете делать на сухих днях, ну буквально чуть-чуть, чтобы не закачивать тело, чтобы у вас помимо неприятных ощущений, еще не болеет, чтобы не было болезненности мышц, потому что вы переработали, буквально четыре подхода в день, не сразу, по два, три раза, максимум три раза, вот так вот делаете, и ваши болевые ощущения, они, ну если они не уйдут полностью, то очень минимизируются. Я думаю, что про физическое я ответила, а про психологическое, психологическое это опять же понимание, почему вы хотите кушать, почему, потому что еда это не, как показала практика, это не физиологический процесс для поддержания нашей жизненной активности, еда у нас основывается на другом, и очень глубоко мы это начинаем прорабатывать именно на марафонах, и некоторые вещи я не могу здесь говорить, потому как не все их правильно поймут, и если они будут применять неправильно понятые, сказанные мной слова, то это обернется для них не очень хорошо, поэтому, чтобы этого избежать, я эти вещи не говорю, но я могу сказать, что едим мы не вкусы, мы едим эмоции, попробуйте разобраться со своими эмоциями, что вам не хватает, если вы поймете, что вам не хватает, если вы выйдете на другой уровень общения с самим собой, то еда просто будет вам не так интересно, и вам будет проще и более комфортно входить в сухие дни, в чистые дни. Еще вопросик у нас затерялся, Светлана был в начале, Светлана тоже спрашивает, подскажите, пожалуйста, можно ли облегчить головную боль на сухих днях? Да, можно. Можно облегчить голову, головную боль на сухих днях, потому что, смотрите, у нас процесс происходит, что когда мы на сухих днях, у нас естественным путем начинает густеть кровь, и она густеет, и так как голова у нас выше всего тела, туда кровь у нас поступает более тяжело, получается, и у нас вот эти вот мелкие сосудики, капиллярчики, они у нас бывают даже так, ну, наверное, если грубо сказать очень, то они сужаются, как бы склеиваются, и кровь эта густая, и у нас очень тяжело начинают проходить вот эти вот все процессы в голове, и появляются болезненные эффекты, и чтобы это облегчить, этот болезненный эффект, то очень хорошо, я уже не раз говорила, это гвоздика, на сухих днях берете соцветия гвоздики, буквально одно-два соцветия, кладете под язычок, и эту слюну вы начинаете, вот это соцветие, вы начинаете просто под язычком как бы его подсасывать, и в течение двух часов оно у вас рассасывается полностью, эфирные масла, гвоздики, они нормализуют кровь, то есть в нашем состоянии, когда мы на сухих днях, оно кровь разжижает, и тогда у нас кровь начинает проходить по нашему телу уже более естественным путем, так как она уже не такая густая, и головная боль, как правило, она отходит, но еще я могу порекомендовать, знаете, есть такие, их стали снова продавать, но может быть их всегда продавали, я не видела, знаете, такая была у нас в СССР звездочка, маленькая штучка такая, которую фиг откроешь, и они сейчас снова стали продавать, слава богу, она очень великолепна, когда ей начинаешь мазать вот здесь вот виски при головных болях, и я уже показывала, вот здесь вот у нас есть точка, вот здесь вот между большим пальцем и остальными, и ее намазываете и с одной стороны, и вот с этой стороны, и с этой стороны, и очень сильно начинаете массировать с двух сторон, это помогает как при головной боли, так и при зубной боли, потому как на сухих днях бывают еще такие процессы, как начинают болеть десны, и кажется, что болят зубы, есть тоже такой процесс, и поэтому очень сильно начинаете массировать эти места, особенно со звездочкой, и головная боль тоже проходит, но попробуйте еще, тоже хороший очень метод, это уши, уши наши, там очень много точек, и когда мы ушки начинаем массировать очень сильно, то точно так же кровоток начинает у нас искусственным путем поступать, кровь начинает поступать в голову, и точно так же начинает эта вот циркуляция, и головная боль отходит. Ну вот, ребят, я как раз нашла звездочку, потому что пользуюсь как раз таки, вот, она вьетнамская, действительно, все как и раньше, стало легче открываться, либо у меня силы, либо уже поработали вьетнамцы, вот, а раньше, знаете, как это, раньше леденцы покупали, чтобы их открыть, мы их кидали, да, об асфальт, так и здесь. А потом делали такую культу, чтобы в классике играть. Да, 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 вот, и такое воспоминание, и я пока ходила, не знаю, Светлана сказала про виски, да, Света говорила про виски, да, что массировать виски хорошо тоже, тогда здесь, здесь такие, знаете, как узлы связи, как и лимфоузлы, так и здесь, вот, есть такие узлы связи, очень хорошо, глубоко, ну, так как я веду практики из серии по телу, тем более йоги, вот, ну, и, соответственно, друзья, не забывайте, что у нас здесь очень сильные такие, да, шейные замки, здесь все лордозы вот эти, как и поясничные, поэтому здесь просто надо разминать, в конце концов, да, и также прорабатывать шею и плечи. Ну, что ж, это так, к моему слову пришлось, и что у нас еще, что у нас еще, так, про желание покушать мы уже сказали, здесь, да, прибавилось вопросов, люди между собой уже пишут, ну, хотя нет, тут кто-то уже присоединяется, Денис кричит, я с вами в клубе, все хорошо, Денис, вот, вот, Ирина пишет, Светлана, эти упражнения далеко не для, не для каждого, а если за 50, ну, я вам скажу, что мне за 55, чтобы вас это самое, не расстраивать сильно, поэтому я их тоже делаю, ну, делайте вакуум, это если мы говорим о чувстве голода физическом, делайте вакуум тогда, если он получается не сразу же, если вы будете это практиковать, он все равно получится, у нас все приходит, если мы скрупулезно делаем одно и то же, то это все равно получится, по-другому не бывает. Вакуум всем доступен, да, все посмотрите, как это делается, это на ютубе, во всех, на всех, скажем, не знаю, так сказать, во всех порталах, короче, показывают об этом. Светлана, есть ли еще вопросы, а я пока посмотрю в чате, которые затерялись. Там Роман, по-моему, руку поднял. Можно, да, вопрос задать? По поводу, вот у меня на девятый день я вышел только лишь потому, что я не нашел вот такой возможности спросить у кого-либо про психологический барьер относительно воды. То есть у меня на седьмые сутки, началась такая какая-то навязчивая мысль, вот просто какая-то вот, ну, я бы сказал так очень, ну, как же это сказать-то. В общем, она меня стала преследовать, как муха. Вот просто она очень-очень навязчивая мысль о воде. Просто у меня в голове все время была вода-вода, хотя у меня не было физического такого, вообще физической не было потребности. То есть у меня ничего не сохло, не слепалось. Вот во рту у меня постоянно был такой запас слюны, который вот мне даже надо приходилось сглатывать во время разговора. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Вот. Но я думал, ну, пройдет. Думаю, ну, как пришло, так и уйдет. И на восьмые сутки это продолжилось, причем усилилось. То есть вот именно мне стало, вот везде она мерещится. И когда я, когда я, ну, хотел отправить один клип, там очень красивый клип, девочка под водой танцует, и меня просто это накрыло. Я стал плакать. Ну, правда, за компьютером я стал видеть, ну, то, что делается за окном, потому что компьютер напротив окна стоит. То есть там было как раз, пришлось на пору такой весны ранней, все расцветало. Я видел вообще за своим двором еще весь другой мир, который расцветает, меня просто накрыло вот это все, скажем так, рождение природы. И все равно везде мне плескалась эта вода, вот именно психологически. Вот с этим, если люди сталкиваются, наверняка я не один такой, не одинок в этом. Можно ли вот это как-то, отодвинуть или, может быть, как вариант, кто-то, вот я не помню, из автономов говорил, что можно позволить себе на этот случай, ну, когда совсем уж так, какой-то кризис, сделать глоток воды и идти дальше. Ну, например. Может ли это быть выход, или все-таки есть другие какие-то варианты без воды? Смотрите, то, что вообще не важно, что у вас случилось. Вода это, либо что-то еще. У нас на сухих днях очень очищается, наше сознание. И все наши закапсулированные страхи, они выходят наружу. И это был один из ваших страхов. И если вы не смогли его вытащить, вернее, он у вас уже вышел наружу, но если вы его не смогли разобрать, то абсолютно ничего страшного, чтобы вы выпили воды. То есть запомните, ребят, самое главное, мы идем в автономию, чтобы максимально убрать предрассудки, чтобы максимально убрать вот эти вот рамки, в которые нас поставили, в которые мы сами себя поставили. И если мы из одних запретов будем прыгать в другие запреты, из одних запретов, что нужно обязательно есть, мы перепрыгнем в другой запрет, что не нужно обязательно есть или пить, не важно, то смысл этого теряется абсолютно. Зачем тогда мы это все делаем? Мы идем к тому, чтобы максимально облегчить свою жизнь и убрать эти запреты. И если вы на данном этапе захотели, вот вы просто так захотели попить, сделайте это с огромным удовольствием, чтобы вам эта вода не просто убрала ваш какой-то внутренний страх, который вы на данном этапе просто не смогли проработать. Это не страшно. Но если вы что-то хотите, то сделайте это с удовольствием. Потому что вся наша жизнь, мы идем к удовольствию, мы идем к счастью. Если мы будем идти в таком напряге и в постоянных ограничениях, то зачем тогда нам это надо? Наше счастье заключается в нашем пути. Сделайте его максимально комфортным. Счастье не только дойти с точки А в точку Б, а именно счастье самого. Пути и наполнение во время кайфа. Есть еще вопросы, потому что у нас уже остается меньше, чем 10 минут. И вот Денис спрашивает, если в приоритете всю жизнь была острая еда, то что за эмоцию она компенсирует или добавляет? Ребят, вы очень поверхностно смотрите. Смотрите, у нас, конечно же, по-моему, с каждого экрана, с каждой газеты, с каждых уст психологов, которые очень-очень дипломированные, у нас идет то, что если мы едим сладкое, то нам не хватает любви. Если мы едим соленое, то нам не хватает этого. Если мы едим острое, то нам не хватает этого. Это поверхностно. Это все очень поверхностно. Нужно смотреть глубже, нужно смотреть в чувствование. Не того, что нам не хватает, а что вы, когда вы это кушаете, что вы чувствуете, какую эмоцию вы испытываете, Куда эта эмоция вас приводит территориально и временно? То есть в какое время она вас возвращает? В какие мгновения? Почему она вам так приятна? Ведь вкус – это всего лишь наши рецепторы физиологические, которые сегодня мы их чувствуем, завтра нет. То есть посмотрите, нам же, возможно, вот эта пандемия с коронавирусом, она же нам тоже показала своеобразно, что когда у человека коронавирус, как говорят, что он не чувствует вкуса. То есть когда ты не чувствуешь вкуса, у тебя пропадает вот это вот чувствование жизни. Потому что еда – это не вкус, это эмоция. И острое, то, что вы хотите вот этого вот острого съесть, это не вкус остроты, потому что наши рецепторы, они настолько забиты, что вы можете сегодня острое поесть, завтра какое-то другое. Но вы никогда не наполните эти рецепторы, понимаете? Когда вы в стакан наливаете воды, вы его наливаете, и он наполняется. Рецепторы, они у нас не сквозные. Чтобы сегодня наполнить его острым вкусом, а завтра он обнулился, они же не так действуют. Именно поэтому вы должны понимать, что едите вы эмоцию постоянно и постоянно. Это тот процесс, который вас куда-то возвращает. Поймите, куда вас возвращает этот вкус. Что вы этим вкусом испытываете? Что вы ловите? От чего вам приятно? Что вы испытываете? Что вы чувствуете? Ну, это очень можно долго об этом говорить. И это либо индивидуально можно об этом говорить, либо это нужно делать прям отдельный эфир и разбирать это по примерам. Потому как, если мы с вами это разберём, то второй человек, который будет сидеть и точно так же любить это острое, к нему это не подойдёт, потому что у него это другая эмоция, иная. И это только должно быть ваша внутренняя проработка. Я вам направление показала, а вы должны сами схватить это и проработать себя. Либо уже индивидуально, как вам захочется. Да, есть три способа задавать вопросы здесь и дорабатывать велосипед. Есть возможность в Инстаграм присоединиться в клуб, который Светлана сегодня озвучила. Либо действительно на марафон. Света, видишь вопросы? Да, подскажи, пожалуйста, если повышается пульс на третий день. О чём это говорит? Спрашивает Александр. Если повышается пульс, это нормальное состояние, наша кровь густеет, наше сердце начинает работать в два раза быстрее. У нас появляется вот эта вот тахикардия у многих. И чтобы этот симптом снять, опять то же самое разжижение крови. Это либо вы начинаете ходить много, чтобы запустить лимфу, чтобы разжижить эту кровь. Либо ту же самую гвоздику под язычок, и у вас она будет разжижаться. И этот тремор в руках он будет проходить, потому что бывает, что прямо такое, что трястись всё начинается. Всё потихонечку будет проходить, но это нужно понимать, нужно чувствовать своё тело. Потому что есть такие моменты, когда проще выйти из сухих дней и через какое-то определённое время вновь зайти. То есть не переусердствуйте, не надо свой организм ввести в эти ограничения, чтобы в следующий раз он прямо отторгал все вот эти ваши эксперименты с телом, чтобы для него это было в удовольствии, как для вашего физического тела, так и для вашего психического сознания. Всё очень аккуратно, очень постепенно и с любовью. Я думаю, принято. Здесь уже идут от Дениса благодарности, потому что пишут, что действительно вошло, и он вспоминает. Это про то, что по поводу острой пищи. Ещё вопрос от Артура. А нет, не от Артура, а от Александра. А нет, пардон, друзья, уже Олег у нас говорит. Олег, Света, как, по-твоему, определить готовность начать практику сухих и не спания? Как определить готовность? Ну, если вы здесь, то вы уже готовы. Начните. Начните с малого. Начните с 16 часов, потом до 24 часов, потом до 36 часов. И так постепенно сначала сухие дни, а потом после того, как вы уже будете выходить на двое суток сухих дней, тогда уже можно будет включать депривацию. После первых суток включите депривацию на сутки. Так постепенно. Просто мне кажется, по моему организму, я не могу заходить на депривацию, не могла заходить на депривацию, когда я кушала. То есть для меня было важно обязательно деприваться на пустой желудок. Поэтому я, мои рекомендации вот такие. Но кто-то, вот я слышала, что кто-то по-другому. Пожалуйста, пробуйте по-разному. Может вам откликнется другой способ. У меня тоже, если я кушала, либо еще короткий срок, то всегда еда укладывает. А когда уже чистый кишечник, пустой кишечник, тогда активности больше и, соответственно, и сон уходит. Поэтому мне тоже первые сутки было с прерыванием таким, скажем, насильственным более-менее. А дальше уже, когда уже еды не было более суток, тогда легче намного уже гуляла ночью. Все это такое, активность повышается. Можно вопрос? Давайте, Станислав. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот прослушал много разных автономов, практикующих. Вот. И увидел, ну, две такие большие разницы. Кто-то заходит прямо, ну, на третий день, там, на пятый, как-то легко. А кто-то по 40 дней сидит на сухую, у него там вылазят волосы, его шатает, там, темнеет в глазах и назад. Вот. Ну, как бы выскакивает, потому что уже, как бы, опасно. То есть, вот почему так? И второй вдогонку, техника безопасности. Есть какая-то минимальная, вот чего нельзя делать? Все, спасибо. Ну, я могу рассказать только свой опыт, и я могу сказать, что я шла к этому постепенно, прорабатывая свое физическое тело и психическое состояние. И насколько показывает практика, люди, которые заходят постепенно, сначала трое суток, потом девять, там, потом еще сколько-нибудь, потом там после двенадцати суток, может быть, только на три зайти. И если они в постоянных практиках постепенно-постепенно, то у них, как правило, увеличивается, когда они прорабатывают именно свое психическое сознание, психологию, когда они познают свою истину. То они идут постепенно, идут к своим результатам через неедение. Но есть такие люди, которые, как, это только которых я знаю, может быть, вы знаете других. Если я слушаю людей, которые заходят сразу же на сорок дней, сразу же, там, еще на сколько-то дней, то, как правило, они пропадают потом с экрана, они не могут вторично зайти. Для них это уже проблематично, они исчерпали свой ресурс. Силы воли, вот в этих вот первых сорока дней, они ставили себе вот эти вот рамки и границы, дойти до определенного момента, чтобы что, идти вот через все вот эти вот сложные периоды, которые у них появлялись, через силу воли. И чтобы потом ваше тело просто напрочь отказывалось повторять этот эксперимент. Но для меня это неприемлемо. Для меня это тяжело. Для меня это некомфортно. И я тогда не понимаю, для чего вообще тогда, если ты не наслаждаешься этой жизнью здесь и сейчас, зачем тогда мы к этому идем? Я иду вот этим путем для того, чтобы получать максимум наслаждения в моменте. Я учусь быть в моменте. Я учу ребят быть в моменте. Я учу ребят слушать себя. А если мы полностью закрыли уши, не слушаем себя и идем просто потому, что надо, но нас, конечно же, будет откидывать. Поэтому у меня практика другая. То есть те, кто быстро, легко зашли, они психически были готовы к этому делу как-то? Ну, и телесно. Ну, они на сколько зашли? До 40 дней. А следующий этап сколько был? Был ли он следующий этап такой длительный? Ну, так не скажу, не знаю. А я не знаю таких людей. Я знаю людей, которые заходили разово на 40 дней, потом они заходили там на месяц, там на два месяца. И все, и они больше не могут зайти на длительный скид. Покажите мне хоть одного человека, который после длительных первых сухих смог вернуться на еще более длительный. Ну, то есть на силе воли идти нельзя? Это нужно себя натренировывая, как бы привыкая к этому. Вы не сможете на силе воли. Пока вы не поймете этот процесс, у нас всем руководит голова, не тело. Вы идете на силе воли, вы настолько начинаете игнорировать свои желания, которые создает ваша голова. Вы настолько начинаете это игнорировать и идете просто, тащите за собой вот это вот тело, доказывая непонятно кому, что вы герой. Что потом ваша голова говорит, все, мы туда больше не пойдем. У нас в любом случае голова, это первое, от чего идет. Если вы ее не проработаете, вы не зайдете второй раз. Но есть надежда, что вот оно в какой-то момент полегчает, да, какой-то переход. Или такого нет, не будет. Но оно у нас постоянно, у нас идут такие, как бы, мы идем поэтапно. Если вы заходите уже, сначала вы заходите на определенный срок, потом у вас увеличивается. Вы в процессе прорабатываете себя, прорабатываете свои процессы, что с вами происходит. И потом вы понимаете, то есть, например, вот на четвертый день вам, вы, вы как такой вот размазанный становитесь. Вам тяжело, вам плохо, у вас слабость. Но если этот момент перетерпеть, то есть нужно четко понимать, какие мы моменты можем перетерпеть, а какие нет. И вот это вот, если у вас будет это понимание, если будет эта схема, если вам кто-то это подскажет, то это будет здорово. То есть на пятый день вы уже просыпаетесь бодрячком. У вас такое ощущение, что вы готовы свернуть горы. Вы готовы этот эверест, на этот эверест подняться на одной руке. И у вас прям такое вот состояние, такое ух. Но те, кто постоянно вот в этом процессе, они знают, что, например, четвертый день – это слабость. Пятый день, ну это как правило, то есть плюс-минус день. Пятый день – это просто вот вы настолько вот полны энергии. Шестой день у вас просто накрывает эмоциональная волна. И вы начинаете, вам так становится себя жалко. И вот эти вот процессы, они идут полными. И когда у вас есть понимание, что идёт, зачем, и почему идут эти процессы. То есть ваше же тело перестраивается. Если вы будете чётко понимать, что происходит в вашем теле, то, конечно же, вам будет проще. Когда мы понимаем, когда я знаю, что вот мне уже плохо, я уже ничего не хочу, у меня слабость. И если я не понимаю, что завтра это пройдёт, то, конечно же, я уже сегодня выйду с таких дней. Потому что я не знаю этого процесса, мне некому подсказать. Но если я не понимаю, что следующий этап у меня будет вот такой вот, то я до него дотерплю. Ну вот в этом же и загадка, как бы. Когда следующий этап? Он же у всех, я так понимаю, туда-сюда индивидуально. А у кого-то вообще тянется. Это, понимаете, это такой вот плюс-минус. То есть если вы понимаете, что... Если я понимаю, что мне на четвёртый день было тяжело, а вы, например, говорите... Вот вы идёте у меня на марафоне и говорите, вот у меня пятый день, вот я весь размазанный. Я вам говорю, да терпи, да завтра. Завтра будет по-другому. И вы понимаете, что у вас шестой день вот этот подъём. У меня был пятый, у вас шестой. То есть процессы-то ведь они всё равно у всех одинаковые. Это отличается по дням в зависимости от того, какой у вас организм. Но эту этапность вы всё равно будете проходить. То есть это то же самое, что с ребёнком. Ребёнок сначала начинает ползать, потом он начинает ходить, потом он начинает бегать. И здесь то же самое. Бывают отклонения, но они же незначительные. Всё равно у нас идёт перестройка тела. Тела, они у нас у всех разные, да, это безусловно. Но они у нас отличаются. Это всё равно у нас они... Всё равно мы похожи. И поэтому если вы знаете, что, например, на этот день, неважно на какой, у вас пошёл вот этот этап, то после этого наступит этот этап. Если вы начали ходить, то есть мы же не говорим о том, что ребёнок начал ходить. Вот один в 9 месяцев пошёл, а другой в год пошёл. Но мы знаем, что после того, как он пойдёт, не наступит процесс ползания, а наступит процесс бегания. И здесь то же самое. Неважно, на какой процесс. Неважно, вернее, на какой день у вас этот процесс пошёл. Он всё равно... Потом идёт следующий этап. Этап идёт за этапом. Этапы, они всё равно одинаковые. А есть какие-то показатели, что вот... Ну, как бы какой-то рубеж, вот опасно, нужно там что-то съесть, чтобы смягчить, или чтобы это не перешло в голод какой-нибудь. То есть показатели вот по состоянию, вот когда, что уже надо бы там что-то менять. Но вы же всегда должны чувствовать, если вы понимаете, что вам уже ничего не хочется. Зачем себя насиловать? То есть силу воли применять нужно, но она должна быть незначительная. То есть это не должно идти в исчерп вам. Вы должны чувствовать себя, слышать себя. Если не можете пока научиться слышать себя, то потихонечку. Вот здесь вот вышли раньше. Лучше раньше выйти, чем позже. Если вы не понимаете, завтра наступит этот хороший день, либо не наступит, выйдите сегодня, куда вы торопитесь. Это ваше тело, у вас оно одно. Вы его из шкафа новое завтра не достанете. Поэтому берегите его, и именно бережно идите к тем процессам очищения этого тела, как вы идёте, но бережно. Я понял. И последнее. Можно по подъеданию в виде малоедения? Они сильно откидывают, как бы сбиваются? То есть феникс, подъедание, малоедение какое-то, когда вот тяжело, там феникс съел, как бы отпустило, там, ну, на полдня, как бы всё нормально. Да, и вот, ну, в таком духе, там, то есть я такие микро какие-то, вот, там, высосал, там, сливу выплюнул, полегчало. То есть вот эти штуки, они, ну, явно легчают, то есть это явно какой-то, как мини-откат какой-то происходит, то есть сброс. Это не откат, ребята, у нас нет откатов. Ну, я понял, да, про откаты нет. Ну, и к тому, что вот я, напряжение наросло, то есть, видимо, пошёл процесс, я хоп, там, что-то такое-то употребил. Да, это здорово. И полегчало. Ну, как, грубо говоря, как таблеточку съел, такую отпустило. Ну, не, то есть в течение дня, там, в районе, там, яблока, там, или, там, двух слив каких-нибудь, или финика вот такого. И оно получается, оно легче гораздо. То есть, но непонятно, я как бы постоянно себя оттягиваю, как мазохизм. То есть я не перехожу дальше, но всё время где-то, вот, получается, вешу. Это психика. Надо разбирать психику, почему вам это состояние нужно. Вам в этом состоянии для чего-то нужно. Вы почему-то не хотите переходить на другой этап. Что вас держит? Чаще всего мужчин держит вес. Ну, до веса ещё не доходил. Но вот эти вот, не откаты, а подъедания, они вот, насколько они критичны? То есть они отбрасывают или нет? Вообще у нас нет ничего критичного. Если у вас они продолжаются очень длительно, вот эти вот подъедания, нужно понимать, для чего они вам, что они вам дают, чтобы что. Ну, я пока просто пробую. Я на сухую пробовал, и вот с такими подъеданиями. С ними проще. С ними можно... Ну, проще, но вы с ними дальше не продвигаетесь, вы всё время останавливаетесь на каком-то этапе. И этот этап вам для чего-то нужен. Вы должны разобраться для себя, для чего он вам нужен. У нас просто так ничего не бывает. Если вы постоянно застреваете на одном и том же, не переходите на следующее кольцо, на следующий этап, на следующий уровень вашего сознания, то значит, вам это нужно для чего-то. Вам нужно только понять, проработать себя, для чего вам это. Как только вы себя проработаете, вы пойдёте дальше. Хорошо, понял. Спасибо большое, Светлана. Уважаемые друзья, да, вопросы задаются сразу, видно, что хотя бы желательно, чтобы вы сутки побыли в практике, хотя бы вот эти 36 часов с вечера, например, пятница, суббота, весь день и до воскресенья. Тогда эти вопросы уйдут и не будут задаваться по кругу каждый раз. Ну, а я напоминаю, что, в общем-то, наша встреча всегда в пределах одного часа. Сегодня мы чуть-чуть задержались. Станислав, огромное спасибо вам за вопросы. Роман, ребята из чата. И вот есть здесь у нас дискуссия некоторая. Светочка, посмотри, пожалуйста, в Ютубе. Вот. И если посчитаешь нужно, может быть, ты что-то прокомментируешь чуть-чуть. Ну, а если нет, то мы можем потихонечку завершить в течение нескольких минуток. От Анатолия. Да, Анатолий говорит про еду. Анатолий, если вам комфортно кушать с удовольствием, самое главное же, чтобы было всем комфортно, лишь бы у вас злость не проявлялась. Почему вы так... Что автономами движет? На мой взгляд, так страх. Ну, у вас просто идёт непринятие. Если есть какое-то непринятие, задумайтесь, почему оно у вас есть. И всё... Нами всеми движет любовь. И у любви есть две грани. Мы все знаем прекрасно, что у всего есть две стороны. Вот. И если это любовь, то она движет во всём. Любовь — это принятие. Любовь — это принятие абсолютное. Это безусловное принятие. И я вам, Жангалая Анатолий, чтобы вас на еде, неважно на какой еде, если вы кушаете, если вы пьёте, если вам в этом состоянии комфортно, то это здорово. Когда мы живём в обществе счастливых, здоровых и любящих людей, то это же замечательно. И неважно, кушают они или нет. Если вам это удовольствие приносит, то я за вас только рада. Это здорово. Я желаю вам наслаждаться едой, быть здоровым, счастливым и в принятии. Замечательно. Анатолий пишет, что мне никто не ответил, потому что у него вопрос «Зачем?» для любви. Анатолий, я думаю, что зачем, если вы не понимаете, зачем, то, наверное, это просто сейчас, на данный момент, не ваш путь. Но если вы всё-таки пришли сюда, то у вас где-то, наверное, поселилось это зёрнышко, вы всё-таки хотите этого попробовать, тогда я предлагаю вам просто попробовать, начать, просто дать своему организму небольшую передышку. попробуйте сутки не кушать, не пить. И это будет просто отдых для вашего организма. Если вам не понравится, вы можете уйти обратно на еду. Если понравится, вы можете развивать дальше это состояние. Я думаю, что нам уже пора, наверное, заканчивать. Да, Рома хочет что-то ещё сказать, и мы будем завершать. Роман. Что-то случилось, он куда-то у нас пропал. Роман у нас... Ребята, я хочу ещё сказать, что вопросов очень много, не успела на все отвечать. В следующий четверг всё равно мы снова идём. В следующий четверг мы с вами встретимся. И если получится, в воскресенье точно так же будет прямой эфир в Инстаграм, в школе Инстаграм, в школе Автономии в Инстаграм. И, возможно, выведем прямой эфир на несколько каналов, и в том числе на Автополстар. Это мы, эти технические вопросы, если получится, мы обсудим тогда с Автополстар, и дадим тогда анонс. И там ещё позадаете вопросы в течение часика. А сейчас, наверное... А воскресенье... Да, Светлочка, воскресенье это в это воскресенье? Во сколько, чтобы было понятно? В воскресенье в это воскресенье в 7 часов по Москве. В 7 часов вечера, да? Угу. Отлично. Ну, хорошо. У нас как раз воскресенье и не занято. У нас четверг, субботу иногда занято. А тут всё хорошо. Ну что ж, да, здорово. Итак, друзья, сегодня с вами была целых полтора часа Светлана Лаврова, человек, который уже в практиках более трёх лет. И конкретно она не едет не с 14 марта. И поэтому Светлана знает, о чём говорит. А вот нам остаётся всё-таки практиковать, уважаемые. И я хочу сказать всем до новых встреч. Прекрасных вам выходных. И целая неделя у нас для того, чтобы мы могли дойти до тех ответов, которые нам Светлана любезно предоставила. И терпеливо надо отметить. Светлочка, хорошего вечера. Всего доброго. Всех благ твоей семье, твоим деткам. Всего доброго.